Средь шумного вала Но тайна твои покрывала сердцы И грустная грустно так засыпать И в грезах небедовых сплю Люблю ли тебя, я не знаю Но кажется мне, что люблю Не бойтесь за меня Слава и успех никогда не вскружат мне голову В этом моя сила Я всегда вижу обратную сторону медали И никогда ничего не забываю Если дело близко моей душе Так написал Леонид Собинов В момент восхождения на Олимп Оперного искусства В самом начале 20 века Я люблю вас Я люблю вас столько Как одна безумная душа поэта Еще любить оттуда нас Он был звездой императорских театров Большого и Мариинского Его с восторгом принимала публика Лучших музыкальных театров мира В меняющейся исторической обстановке Революции и войн Собинов ни на минуту не сомневался Что он нужен своей России И на предложение иностранных компресарий Уехать за границу навсегда Отвечал отказом Путешествуя почти каждый день В университет на Маховую По дороге на Большой Никитской Я невольно задерживался Около старинного двухэтажного особняка В котором помещалось филармоническое училище Меня так и подмывало Зайти туда и попросить Чтобы научили петь Лене Собинову было тогда 19 лет Он был студентом Юридического факультета Московского университета Готовился к серьезной карьере адвоката Изучал историю римского права Политическую экономию И другие науки А еще в университете был хор Где Собинова выбрали первым тенором Красью и небою Сердце трепещет Плют закопитель на песне любви Красью и небою Зор ее блещет Влечут в нем звезды Слезы любви Сама Москва поначалу не очень пришлась ему по нраву Из письма родным Август 1890 года Пыль чертовская Постоянный грохот Шум, крик А сколько здесь голодающих Недавно иду я по Никольской С правой стороны подходит какой-то молодой человек И просит на хлеб студенту Дал я ему немного У самого Собинова на тот момент в кармане было не так уж и густо Но он был готов помочь каждому Пройдет не так много лет Он станет известным артистом И всегда будет давать благотворительные концерты В помощь нуждающимся Бескорыстно помогать студентам Военным, сиротам Причем при любом политическом строе Но он родился в Ярославле В очень скромной семье Семья, которая была очень далеко В принципе от музыки От искусства И этот дом Очень родной Очень дорогой для него Который принадлежал Трех поколений Семьи Собинова И город для него Всегда оставался родным Неслучайно в 15-м году И его объявили Почетным гражданином Города Ярославля Леонид Собинов Всегда производил на современников Впечатление певца-барина Холенова с хорошими манерами Утонченным вкусом Хотя по происхождению Он был далек от русской знати Корни его полукупические Полукрестьянские Дед Василий незадолго Довольный Откупился от помещика И служил доверенным У богатого купца Мукамола Затем тоже место занял отец Они разъезжали На буксирных пароходах по Волге Жизнь была вполне обеспеченной Чтобы отдать детей На обучение в гимназию Однако на этом Опека родных окончилась Мама Екатерина Федоровна Умерла, когда Лене не было и 13 лет И с четвертого класса Он стал репетиторствовать А когда оказался в Москве То уже не рассчитывал на помощь семье Отправился зарабатывать На кусок хлеба В хор украинского театра Заньковецкой Что находился в то время В здании нынешнего МХАТа Кстати, у малоросов Так же начинал и Федор Иванович Шаляпин Позже, когда знаменитые певцы Познакомятся, им будет о чем Пошутить и вспомнить ПЕСНЯ 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 И в армоническое училище возглавлял пианист Пётр Шостаковский. Он заметил талантливого тенора на благотворительном концерте в большом зале благородного собрания. Пригласил учиться и не ошибся ученики. Там же в училище Собинов познакомился со своей будущей супругой Марией Коржавиной. За несколько лет произошли бурные изменения в жизни Леонида Собинова. Оканчивая университет, он уже был студентом филармонического училища, пел в труппе итальянской оперы и стал отцом. В 1895 году у него родился сын Борис, а через два года сын Юрий. Настало время серьезно подумать о будущем главы семьи. Молодой специалист, как бы мы сейчас сказали, должен был проходить практику. Леонид Витальевич Собинов выбирает должность помощника присяжного поверенного у знаменитого адвоката Плевакова. И тут у Собинова начинается двойная жизнь. Его приглашают выступать на сцену императорских театров. Днем он работает в суде, а вечером не просто покоряет публику, а приводит ее в Восток. Собинова Дебютировал Леонид Собинов в Большом театре в образе Синодала, в «Демоне» Рубинштейна. Успех был ошеломляющий. Романс пришлось повторить на весь. Еще некоторое время он умудряется совмещать артистическую и адвокатскую деятельность. Но когда однажды в коммерческом суде председатель обращается к Собинову «Ну, Соловей, посмотрим, что вы нам споете», он окончательно решает оставить службу в конторе. Теперь у молодого певца нет сомнений. Надо продолжать вокальную карьеру. ПЕСНЯ 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 Уже один внешний вид Собинова поразил всех. На лужайку перед домом Лариных вышел восторженный, влюбленный юноша с кудрями до плеч, стройный легких движениях. На оперной сцене появился живой человек, такой, каким его описал Пушкин. Он был молод. И это был образ юного поэта. После успеха Собинова на сценах императорских театров, другим исполнителям партии Ленского ничего не оставалось, как подражать ему в костюме и гребе. Но затмить его вокальное и актерское исполнение уже не удавалось никому. Спасибо тебе за твой чистый душевный звук, легкий и светлый, за твое бельканто, потому что его чистого, совершенного, прекрасного пения у нас так не хватает. Жму крепко твою руку. Твой Качалов. Не только артисты и певцы, но и русские композиторы и музыканты считали за счастье общаться с Леонидом Собиновым, сочинять для него. И Оренский, и Рахманинов, и Цезарь Кюи очень много. Можно этот ряд продолжать, он и Мусоргского пел. Но вот то, что Рахманинов посвятил ему шесть романсов, это тоже говорит о многом, он ценил его тоже как очень тонкого художника, тонкого певца. Говорили, что невозможно объяснить рождение Собинова в России, его и называли русский итальянец, случайно родившийся в России. Перед Собиновым и его спутниками Италия распахнула свои объятия в 1900 году. Знакомство певца с этой музыкальной стороной началось с Милана, главного оперного города итальянцев. Поначалу поездка затевалась как развлекательная и познавательная. Но Леонид Витальевич не мог долго оставаться праздником. Он взял на прокат пианино, нанял известного учителя пения Мацоли и принялся постигать хитрости Бельханто и разучивать новые партии. Буквально через пару лет Леонид Собинов покорит публику Ласкало, станет настоящей европейской звездой. Он будет приезжать в Италию каждый год, готовить новые роли, прививать итальянцам русский вкус, так как местная кухня по-прежнему будет вызывать у певца одно недоумение. «Все, что мы едим, пересолено, перекопчено, воняет чесноком и свидетельствует больше о плохом кошельке итальянцев, чем о плохом аппетите», писал он в первый год пребывания в Милане. «Питаюсь я дома. Причем каждое утро с кухаркой у меня происходят переговоры о том, что готовить и как. Я учу ее, как готовить лапшу, щи, борщ. Вообще, сцены умилительные». «Солнце, взойди скорей, звезды светом родная, там на небе мерцая, в небо горят они. Все партии в Италии Леонид Собинов готовил на двух языках, итальянском и русском. Кроме подробного изучения партитуры, он был занят тем, чем обычные певцы не интересовались. Доводил до ума либретто, изменял текст партии, делал его удобным для голоса и слуха, и с пристрастием искусствоведа ходил по музеям, галереям и магазинам в поисках нужных книг, тканей и атрибутов для будущей роли». Из письма к Елизавете Садовской, актрисе Малого театра, 1902 год. «Костюмы непременно хочу сшить здесь, так как достал чудесные венецианские материи. Купил старинную книгу итальянских костюмов 14-15 столетий, очень интересное издание. Остается только пойти к портному, да подобрать отделку. Для Ромео хочу сделать четыре костюмы, да для Миньоны два». Следующее послание к Садовской, август 1904 года. «Дон Паскуале, как самая легкая и незатейливая опера, готова вполне. Зато над фра дьявола я сижу, как японцы под порт Артуру. Такая-то чертовская партия». Это написано накануне фурора в Ласкало. «Дон Паскуале, как самая легкая и незатейливая опера, Своим исполнением этих партий Леонид Собинов заставил итальянцев, по словам современников, изменить их отношение к опере, как только к искусству пения. Теперь от всех артистов стали требовать драматического переживания роли. В Милане Собинову выпал успех, которого почти никто из иностранцев не имел. В один вечер он стал мировой знаменитостью. В Италии начались споры, действительно ли Собинов русский, или он все же итальянец. Оказывается, и в России есть чудесные голоса, и она не только страна медведей, писали в местных газетах. В довершение ко всему произошел один забавный случай. В один из дней прибыл поезд из Москвы, открылись двери, и итальянцы были потрясены, увидев, как в белых колпаках выходили люди из ресторана тестово, выносились бочонки с икрой, выносились какие-то емкости, в которых плескалась стерлик. И эта публика, которая там оказалась, совершенно потрясенная стояла, открыв рот, и спрашивали, да что же это такое, что, куда это несут. И кто-то сказал, это господин Собинов устраивает русский обед для своих итальянских друзей. Леониду Витальевичу был оказан теплый прием со стороны итальянских звезд. Он подружился с Титой Руффой. Теплые встречи и радость общения в Италии сильно контрастировали с реалиями российской императорской сцены. В одном из писем к Елизавете Садовской Собинов гневно замечает. «Моего успеха они мне все равно не простят. Он у них как кость в горле. Приятно всем этим пророкам, сулившим мне за время моей карьеры и скорую пропажу голоса, скорое окончание карьеры, затем неуспех за границей, приятно ли им сознавать, что они в сущности воронье, дравшие вестолку голодку. Особенно все время в размышлении продлевать ему контракт с дирекцией императорских театров или заключить на новый сезон в Италии. За это время он успеет побывать с гастролями в Монте-Карло и Берлине, выступить в частных театрах Петербурга и Кисловодска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не ищу славы Дон Жуана и никогда им не буду. Я просто слишком живой и темпераментный человек, чтобы не откликаться и не реагировать на то, что делается вокруг меня. У Собинова было два официальных брака, несколько очень громких романов, за которыми тянулся такой шлейф. Но он никогда не был героем скандалов. И желтая пресса очень всегда на нее усердилась, потому что не о чем было писать. Романы были, а скандалов не было. И среди его подруг были очень достойные дамы. Для Собина был очень честный человек. Он говорил, я не верю в вечную любовь, ее не бывает. Во всем бывает весна, лето, осень и зима. Но преданность близкому человеку он сохранял на всю жизнь. Когда Леонид Собинов познакомился с актрисой Малого театра Елизаветой Садовской, было им по 29 лет. За плечами у него был опыт брака с первой женой, Марией Коржавиной. Он долго тянулся разводом, пока жена не выбрала себе нового супруга. Леонида Собинова окружало множество женщин. Актрисы, певицы, танцовщицы и дамы высшего света. «Во мне заложен богатейший родник. Это жажда любви. И я расходую его, когда оттуда забьет смелый ключ», – размышлял Леонид Собинов в одном из писем. «Запретить любить – это все равно, что стараться запрятать в лукошко солнечный луч». Дружба с Садовской переросла в сильные чувства, которые связала их на долгие годы. Они писали друг другу письма чуть ли не ежедневно. Рассказывали обо всем, что их волнует. «Моя любимая Лизонька, дученька моя», – обращался к ней Леонид Витальевич. Несмотря на то, что Садовская позже вышла замуж, а у Собинова была своя семья, переписка не прекращалась до последних дней жизни Елизаветы Михайловны. И Собинов пережил свою Лизоньку всего на несколько месяцев. Вера Караль, танцовщица Большого театра, одна из первых звезд немого кино, считала встречу с Леонидом Собиновым главным событием своей жизни. Она ворвалась в его жизнь внезапно и стремительно. Они вместе путешествовали по Италии, начиная с 1909 года. Вера сопровождала Собинова во его гастрольных поездках по Европе, в Лондон, Варшаву, Вигу, затем в турне по России, заканчивая Сибирью и Дальним Востоком. Сибирь и Дальним Востоком. Вера Караль вспоминала, что на гастролях во время длительных переездов из города в город Собинов иногда писал стихи, но, считая их праздной забавой, куда-то забрасывал или просто рвал. У племянниц Леонида Витальевича, дочерей близнецов его младшей сестры Анны, сохранились его стихи. Весна бессильная застыла со снежной слякотью борясь. Но час придет, и жизни сила растопит грязный снег, смеясь. Тогда красавица в зеленом прикажет песнь сложить ветрам, дубам, березам, белым кленам, вечерним зорям и утрам. Из воспоминаний певицы Антонины Неждановой. Леонид Витальевич обладал поэтическими способностями. Часто на репетициях он экспромтом сочинял шуточные четверостишья и писал их в своем или в моем половине. Одно из таких четверостишей он написал на репетиции, когда сообщили о присвоении ему звания заслуженного артиста императорских театров. «Ни по таланту знаменит, ни по заслугам заслужен, жизнь прожил душка Леонид и умер под рыданье жены». Антонина Нежданова была той прекрасной дамой в жизни Собинова, с которой его связывал длительный, но только творческий союз. «Ни по таланту знаменит, ни по таланту знаменит, «Ни по таланту знаменит, ни по таланту знаменит, ни по таланту знаменит». Вы понимаете, вот что было потрясало, всегда исчез потрясало, это слияние звуков голоса Нежданова и Собинова. Настолько они сливаются музыкально, что после этого, когда слышишь какое-то другое исполнение, и, может быть, и хорошее, но не то. Вот нет повторений. Участие Собинова в постановке трех опер в Испании в 1908 году вызвало у местной публики и критики настоящий ажиотаж. Это были оперы «Манон», «Искатели жемчуга» и «Мефистофе». Из письма другу Аркадию Керзину. «Я до сих пор думал, что страшнее и опасней публики миланской ласкалы нет на свете. Про мадридские нравы я слышал, но никак не представлял, что в театре страсти могут разыгрываться до такой степени. Единственное неоспоримое достоинство этой публики это отсутствие предвзятых мнений. Наутро я имел удовольствие прочесть в газетах, что я победитель, один из первых теноров мира, что голоса красивее моего слышать не приходилось. Все только лесные вещи. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из письма Собинова «Друзья». Пел я почти все так пиано, как мог, под мертвое молчание. И нужно же было слышать по окончании взрыв аплодисментов. Сегодня одна газета пишет, что такие овации в жизни артиста не забываются никогда. Он пел на бис, и не только в Испании. Леонид Собинов, как никто другой, ощущал дыхание времени. Когда находился с концертами в Петербурге во время студенческих волнений периода Первой Русской Революции, то с болью писал об этом своим друзьям. Во время Первой мировой войны устроил на свои деньги в московской квартире госпиталь для раненых офицеров. Помогали ему сестры, в том числе и младшая сестра Аня, которая после окончания Ярославской гимназии приехала к Леониду Витальевичу в Москву. И вот мама там и жила. Потом она поступила в университет на математическое отделение. Но она до конца не доучилась, потому что нужно было помогать. Тут и революция, и нужно было помогать Леониду Витальевичу. Не то, что по хозяйству, но надо было вести в доме определенный порядок. После Октябрьской революции новая власть назначает Леониду Собинову управляющим, а затем комиссаром Большого театра. Для бывшего солиста императорских театров настают сложные времена. На улицах толпа красноармейцев, бушует огонь, горят дома, разгромлены многие театры. Леонид Собинов с женой, к тому времени он успел обвенчаться с Ниной Мухиной, едет в Киев. Много поет, собирает полный зал. Из письма Собинова «Друзьян». Киев, 1919 год. Я пою для рабочих и солдат в утренней программе в цирке. У нас пока все благополучно, но над будущим приходится серьезно задумываться. Живем наскромно. Я и Нина сами убираем постели, комнату, ставим самовар, а я еще и печи топлю. Леонид Витальевич будто предчувствует, что в его жизни произойдет непредвиденное. Друзья зовут его в Европу. Его ждут сцены театров, где он блистал. Там его будущему ничего не угрожает, но словно магнитом его тянет в Крым. Там еще находятся части Белой армии, в которой служат оба его сына от первого брака. Хотя мальчики выросли без его пристального внимания, связь со своими детьми он никогда не терял. И Собинов наивно надеется, что с новой властью можно договориться. К сожалению, страшное известие не заставляет себя долго ждать. Леонид Собинов узнает о гибели младшего сына. Юра погиб очень рано молодым, 20 лет от ран, полученных под Мелитополем. Это его смерть, я вот считаю, надломила очень сильно Леонида Витальевича. Он не мог примириться, не мог принять эту утрату. Младший сын прекрасно рисовал, писал стихи и прозу. Одно может заставить меня взять себя в руки, писал Собинов. Присутствие маленькой дочурки Светланочки. Это истинный луч в моей жизни, и ради нее нужно работать и работать. А Боря уехал. И Бог знает, где он, и когда я его увижу. И только через три года он узнал, что все-таки Борис иммигрировал, с аренбароном Рангеля, оказался в Галлиполе, в Турции. Потом были три года, которых мы ничего не знаем, и теперь еще, я думаю, никогда не узнаем. И вот из Германии пришло в 23-м году первое письмо. Стало ясно, что он живет в Берлине. Он закончил высшую школу музыки, стал блестящим пианистом, очень интересным, очень ярким композитором. В 31-м году по разрешению советского правительства при ходатайстве наркома просвещения Анатолия Луначарского Леонид Витальевич отправляется в европейское турнир. Гастроли организовывает старший сын певца Борис Сонин. В Финляндии, Больша, Болгарии, Германии везде необыкновенно теплые приемы. Отец и сын представляют творчество друг друга. Борис пишет музыку на стихи Леонида Витальевича. Во Франции Леонид Собинов поет для московской и петербургской аристократии, находящейся в эмиграции. Встреча с кумиром вновь заставляет волноваться сердца слушать. Звучит музыка на стихи Леонид Витальевича. «Где ты, греза?» Как сам часто шутил Леонид Витальевич, он говорил, у Собинова ничего особенного. «Это все не так. Быть олицетворением эпохи – это надо очень убеждать. И вот Собинов убеждал своим пением, своим человеческим обаянием и, прежде всего, своим тембром». Певец находит в себе силы, чтобы вернуться в Большой театр. Доказывает всем и, прежде всего, самому себе, что нужен новой России, нужен своей семье. Он обожал своих родных. Дом их с Ниной Мухиной был открыт для гостей. В этом доме всегда бывало очень много народу. И когда мы с мамой приходили, то Лена Константиновна, его секретарь, говорил, «Леня, нюточка с девочками пришла». И Леонид Витальевич, моментально прибегав, и нас схватывал. А мы были маленькие, очень застенчивые, а тут еще так много народу. Мы стали прятаться, он нас вытащил, посадил на колени, одну на одну колено, другую на другую колено, и говорит, «Зовите меня, папа Леня, я ваш крестный папа». И в этом доме на елках бывало очень много ребят. Елки были потрясающей красоты. Все ребята были в каких-то костюмах. А Дед Мороз появлялся всегда в костюме из Снегурочки, Бериндея. И он был на столь. Мороза с мешком. А вот в мешке всем были пакеты, в которых, конечно, было сладкое, всякие колпачки и так далее. Дом этот, конечно, мне очень дорог. В нем прошла моя жизнь, и самые прекрасные годы были годы жизни моего отца. Дом всегда был полон народу. Здесь всегда были друзья, здесь всегда были коллеги, здесь всегда приходили сюда советоваться, приходили сюда учиться. В нашем доме была одна самая дорогая для нас гостья, которую папа бесконечно любил, любил как человека и как свою партнершу. Это фотография Антонина Васильевна Неждановой, которая всегда висела в этом кабинете. И у Антонина Васильевны тоже всегда висел портрет Собинова. И у Антонина Васильевна Константин Станиславский пригласил Леонида Витальевича руководить вместе с ним новым музыкальным театром. Собинов был полон надежд. Только немного подлечиться, говорил Леонид Витальевич, а то сердце пошаливает. И семья Собиновых отправляется в мэрии Батна Волгой. Последний раз мы его видели на вокзале белорусском, когда он уезжал в 1934 году. Мы пришли его проводить, а ему преподнесли много цветов на платформе, они стояли всей группой. И одна поклонница принесла розу, роскошную розу, и ему в петличку она поместила. Очень получилось здорово. Леонид Витальевич стоит вот в шляпе, улыбающийся, счастливый. Им не суждено было больше встретиться. Из Европы Собинов писал письма друзьям, Станиславскому, рассказывал, что дело идет на поправку. Последним пунктом пребывания была Рига. И там, в ночь на 14 октября 1934 года, Собинов скончался. Многотысячная толпа прощалась с ним в Латвии, и уже поезд был готов отправляться в Москву. Была дана команда выезжать из представительства и следовать на вокзал. Но Светлана обхватила гроб и сказала, не пущу, пока не приедет Борис. И его дождались. Он сопровождал тело до границы с Советским Союзом. Ему предлагали въехать на территорию страны и давали гарантии, что он сможет вернуться. Но он не решил съехать. От судьбы не уйдешь. Старшего сына Леонида Собинова ждала нелегкая участь. Много лет спустя, в день встречи советских войск в Берлине в 1945 году, его тайно доставят в Москву и отправят на 10 лет в сталинские лагеря. Но об этом его отец Леонида Собинов уже не узнает. ПЕСНЯ ПЕСНЯ О старости артисты думают меньше всего. Особенно русские. И это лучшее. Какой океан поэзии, какую массу вдохновения может дать тот, кто не думает о своей старости и поэтому не скупиться на краски, на силы своего дарования. Леонид Собинов ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ